САХАЛИН ЭНЕРГИЯ САХАЛИН ЭНЕРГИЯ 35 мультфильмов на тему детской безопасности. Создание в сахалинских школах 12 ресурсных классов по изучению ОБЖ. А еще 196 аншлагов в разных районах, предупреждающих об угрозе цунами и снежных лавин. Это только часть работы, проделанной за 10 лет. Программа по вопросу, что делать в чрезвычайных ситуациях, она, конечно же, поможет через Сенин предъявлять эти практики в массы. А то, что элемент формирования этой культуры будет завязан через детскую туторию, это, кстати, очень хорошо помогает и стимулировать взрослые населения перевоспитываться. То, что и Сахаринская энергия делает, и Министерство образования, мы помогаем, оно очень важно. Во-первых, потому что мы детей, именно в учебе, и особенно детей младшего возраста. Как научим, так и для себя вести. На подписании присутствовал и главный герой программы, что делать в чрезвычайных ситуациях, Сеня. Его советы и правила безопасного поведения известны и любимы далеко за пределами Сахаринской области. Сегодня Сеню любят и знают во всех школах Сахаринской области. Я знаю больше, даже не только в школах, но уже и в детских садиках. На Сеню стали обращать внимание. Соглашение о сотрудничестве в рамках программы «Что делать в чрезвычайных ситуациях» подписано на три года. Сахарин Энерджи не остались в стороне от трагедии, постигшей Невельское побережье в конце ноября. Из-за утечки топлива с приморского транкера «Надежда» Содержание нефтепродуктов в пробах морской воды превышено почти в 400 раз. Первыми жертвами экологического бедствия стали птицы. Испачканные мазутом беринговые бакланы и морские утки гибли десятками. Сейчас мы ее маслом натираем, чтобы нефтепродукт разошелся и легче смывался с моющими веществами. Нужно все делать быстро, чтобы как можно быстрее отмыть этих птиц и оказать им первую помощь, потому что тут каждая минута дорога. Сотрудники Сахарин Энерджи приняли 80 пострадавших птиц. Их разместили в пригородном в специально приспособленных для таких случаев помещениях. В них поддерживается необходимая температура 27-30 градусов тепла. После того, как пернатые отошли от стресса, их помыли, покормили. Несмотря на все усилия, спасти удалось только 18 птиц. Остальные погибли из-за того, что слишком долго находились в море, загрязненном нефтепродуктами. Она очищает перевой покров, щиплет себя. И вот этот продукт, нефтепродукт, попадает внутрь. Нам надо снять интоксикацию. Процент, кто с них останется в живых, это процентов до 10 может быть. И то, если это поражение, то бишь облив самой процентов тела, тело птицы маленький. Дело в том, что птицы – это такая группа животных, которые обладают слабой стрессовой устойчивостью. Немногие из них могут выжить. Нефть и все вот эти производные нефти оказывают очень сильное отравляющее воздействие. Попадая внутрь, конечно, вызывает дисфункцию печени, почек. Когда у птиц изменяется состав крови, идет она и нет. То есть у птицы уже шансов, что она выживет, практически нет. Сотрудники Сахалин Энерджи вместе с волонтерами из других организаций также помогали очищать Нивельское побережье от нефтепродуктов. В минувшие выходные люди разных возрастов и профессий собрали сотни мешков мазута, продемонстрировав яркий пример отсыпчивости. Редактор субтитров А.Семкин